МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. У сайта 112-й канал в пакете зала. В студии Ульяна Шубко сегодня мы расскажем. Гродно туристический. Чего ждать от развития инфраструктуры гостеприимства в ближайшем будущем? Почти попал. Житель Чеченской республики едва не пересек белорусско-польскую границу, не дойдя 500 метров. Первые шаги в профессии. В Гродно чествовали молодых специалистов образования. Няня вместо мамы. Насколько успешен социальный проект и где еще в области есть такие мамы? Филолог, медик и экономист. Кого назовут лучшим студентом года? В Гродно прошел областной этап традиционного конкурса «Студент года». Уже более года Гродно живет в безвизовом режиме, что наилучшим образом сказывается на его благополучии и уровне жизни горожан. За этот период нас посетило почти 47 тысяч иностранных туристов. Развитие сферы общественного питания, гостиничного хозяйства, усовершенствование внешнего облика города, создание новых рабочих мест и более 2 миллионов долларов живых денег, оставленных туристами за год действия безвизового режима. То, как не только сохранить, но и приумножить достигнутые результаты, обсуждалось сегодня на совещании Гродненского горосполкома под руководством председателя Мечислава Гоя. На особым контроле у властей города стоит реализация мероприятий по выполнению указа президента Республики Беларусь номер 318 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Планируется продление указа номер 318. Будет новая редакция этого указа. Она будет усовершенствована, усовершенствована значительно, в том числе и с нашими предложениями. Поэтому мы должны четко отреагировать заблаговременно на этот посыл Министерства спорта и туризма. И в рамках деятельности этого указа принять ряд мер и предложений на уровне горосполкома и с присутствием всех заинтересованных лиц и организаций для того, чтобы максимально использовать эффективно этот законодательный акт. Внимание присутствующих было направлено на поиск оптимальных решений дальнейшего развития туристического потенциала Гродничины. Так детально прорабатывается схема создания девяти причалов для маломерных судов, пять из которых будут оборудованы в центральной части города. Перенимая успешный опыт зарубежных соседей по созданию водных туристических маршрутов, в скором будущем Гродненский Неман станет местом курсирования речного трамвайчика, яхт и катеров. Выстроится пирс для парковки маломерных судов. Также откроются две смотровые площадки по улице Дарвина, которые оборудуют биноклями и декорируют гравюрами с изображением старого города, что подчеркнет его богатое историческое наследие. Особенно актуальной остается тема бесплатного Wi-Fi. По словам представителей Белтелекома, ввиду маломощности технологии, покрыть бесплатным доступом к интернету большой участок города невозможно. В связи с этим объектом общепита будет предложено обеспечить бесплатный Wi-Fi за счет собственных средств. Согласно тарифному плану «Базовый», стоимость одной точки покрытия в месяц составит 38 белорусских рублей, что является доступной суммой даже для маленького субъекта хозяйствования. Приятным бонусом не только местному производителю, но и имиджу туристического Гродна станет создание сувенирной продукции различных предприятий города. Продукты питания, алкогольная продукция и некоторые виды промышленных товаров в скором будущем предстанут в красивой сувенирной упаковке, которая будет напоминать туристам о нашем старинном городе. Улучшится и сервис гродненских кафе и ресторанов. Уже в следующем году на столиках заведений появится англоязычное меню, обслуживать по которому будут официанты, владеющие иностранными языками. Не остался без внимания и деликатный вопрос доступности туалетов в центральной части города. До 1 июня 2018 года на улице Доминиканской откроется стационарный туалет. Также доступными для общественного пользования станут санитарные комнаты во всех заведениях общественного питания. Приятной новостью для любителей семейных путешествий на собственных авто и фургонах станет создание комфортабельного кемпинга на базе отдыха «Лукоморья». Помимо комфортных условий проживания, кемперам и гостям базы предложат прокатиться на лодках, катамаранах, велосипедах, воспользоваться беседками и точками питания. К слову, сегодня сфера общественного питания находится в постоянном развитии. Открываются новые кафе и рестораны, в город постепенно приходят мировые бренды. Совершенствуется и сфера гостиничного хозяйства. В 2017 году в этом направлении был и построен новый хостел в городе. Планируется реконструкция здания по улице Карла Маркса под еще один хостел. Этот вопрос уже обсуждался в Горисполкоме. Ну и в программе, инвестпрограмме до 2021 года планируется возведение трех гостиничных комплексов в городе Гродно, что позволит увеличить номерной фонд города Гродно вдвое. Еще одним важным направлением работы станет поддержка спортивного туризма. В 2018 году Гродно станет местом проведения многочисленных международных соревнований. А в 2019 в нашем городе пройдет чемпионат Европы по спортивному ориентированию. Частвование молодых специалистов в сфере образования прошло в Гродно. Традиционно спустя два месяца учебного года все молодые учителя и воспитатели впервые встречаются уже не как студенты, а как коллеги. К педагогической деятельности в этом году приступили 236 молодых специалистов. Большинство из них студенты Купаловского вуза. На работу в средние школы и гимназии поступили 123 специалиста. В дошкольные учреждения 108 человек. Кстати, больше всего молодых педагогов теперь в 39-й и 40-й школах. Преимущественно это учителя начальных классов и английского языка. 30% мест в общежитиях коммунальной формы собственности выделяется молодым специалистам и работникам образования. Сразу сказала молодым специалистам, потому что они у нас пользуются приоритетом. У них первоочередное право на получение места в общежитии. И поэтому ежегодно мы закрываем нуждаемость в улучшении жилищных условий наших молодых специалистов. На ежегодном посвящении молодых специалистов собираются и те, кто еще недавно получил дипломы, и представители профессии с многолетним стажем. Обменяться опытом и секретами педагогической деятельности, рассказать о своем классе или о группе в детском саду. Словом, на встрече всегда есть о чем поговорить. Самое сложное было, это когда ты приходишь в новый коллектив, и даже не сам коллектив, а дети. Потому что одно дело, когда ты учишься, и да, была практика, да, были какие-то занятия, но это не было никак сравнимо с реальной жизнью. То есть сейчас первое время была адаптация. То есть изначально я пытался найти подход к детям. И как оказывается, это было не совсем легко. Но по прошествии двух месяцев уже как работы, есть общий язык. И я думаю, в дальнейшем будет только улучшение. Одной только хорошей учебы мало, чтобы завоевать звание студент года 2017. Однако трех финалистов областного этапа конкурса этим не смутишь. У каждого найдется не один талант, который можно добавить в общую копилку впечатления о себе. Чем удивляли жюри претендента на звание студент года, расскажет и Аланта Будила. Кажется, вся студенческая общественность Гродно собралась в молодежном центре, чтобы выбрать лучшего студента. В городе три вуза, и представитель каждого из них надеется, что получит звание студент года и будет называться лучшим студентом региона в этом году. Подготовка к областному этапу конкурса была долгой, сложно изматывающей. Но, как призналась претендент на победу Александра Радкович, без поддержки она бы уже опустила руки. Чтобы стать студентом года и дойти до этого этапа, нужно приложить по максимуму свои намагания, уклазить самое главное в свою душу. Ну и, конечно, для этого нужна поддержка. Это самое главное. Без моей поддержки, без моего университета не было бы этого у всего. Александра учится в Гродненском государственном университете имени Янки Купала, изучает родной язык. Девушка призналась, что заниматься только учебой ей скучно. Поэтому она постоянно принимает участие в различных мероприятиях. К слову, стать участником конкурса студент года может далеко не каждый. Успеваемость конкурсантов должна быть высокой, средний балл не ниже восьми. А к этому активная научная деятельность, участие в творческой, спортивной, общественной жизни, родной альмаматор. Но участники областного этапа конкурса не просто соответствуют этим требованиям. Они на шаг впереди своих сокурсников. Конкурсант Владислав Шишков в перспективе востребованный кардиолог. А пока один из лучших студентов медицинского университета. А ведь он только на третьем курсе. Владислав – настоящее воплощение лидерских качеств, которое он успел в полной мере проявить за время подготовки к конкурсу. Здесь я поддерживаю такого правила, что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Потому что, да, команда помогает, но все равно приходится все контролировать самому, чтобы в итоге получилось именно то, что ты хотел. Ну и сила в единстве, потому что все-таки один в поле не воин. То есть когда все вместе, это значимо. Будущий экономист Евгения Бобниса отстаивала на конкурсе честь родного Гродненского аграрного университета. Девушка рассказала, что с детства любит точные науки, но ей не чуждо увлечение творчеством. И хотя уверенности в себе ей не занимать, она заметно волновалась за успех свой и всей своей команды. Сегодня, конечно, немножечко волнительно, даже не немножечко, я бы так сказала, а достаточно волнительно. Вот. Конечно, надеюсь на лучшее, но конкурс – это для того, чтобы показать себя в первую очередь, проявить себя как-то. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Видеоролик, самопрезентация, интеллектуальный конкурс, а также портфолио, подготовленное заранее. Прежде чем назвать имя студента года 2017, жюри тщательно изучила таланты, возможности и амбиции каждого конкурсанта. Однако в одном все, пожалуй, единодушны. Эти ребята – лучшие представители своего времени. Это молодые люди, которыми действительно стоит гордиться. Это достойные представители своих университетов. Они хороши в любой деятельности, настолько мобильные, эрудированные, готовы помочь и в общественной деятельности поработать, и по направлениям деятельности университета. Поэтому хороши во всем. Зал молодежного центра разделился по цветам. Группа поддержки в синем скандировала имя Александры. Будущие аграрии в зеленом подбадривали Евгению. Ребята в красном громче всех аплодировали Владиславу. Пока конкурсанты сражались на сцене за главное звание, группы поддержки выясняли, кто из них больше всех переживает за своего участника. Возможно, горячая поддержка ребят из родного вуза, а может и лучше выступление, хотя, скорее всего, совокупность того и другого, помогли Александре Радкович из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Именно она победила на областном этапе и стала студентом года 2017 Гродненской области и будет представлять регион на финальном республиканском этапе конкурса в Минске. Эллант Абудила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Темный бизнес вне закона развернул минчанин на территории Гродненщины. Коммерсант хранил и реализовывал товары легкой промышленности. Отдел по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни обнаружил в закромах незаконного предпринимателя ходовые и всегда востребованные покупателями предметы ежедневного обихода. Детские и взрослые куртки, брюки, спортивные костюмы и другие вещи. Всего около полутора тысяч единиц общей стоимостью более 32 тысяч белорусских рублей. Так, один из индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Гродненском регионе, пытался реализовать одежду по недействительным документам. Исходя из ответа официального российского поставщика, следовало, что с данным субъектом хозяйствования, который якобы приобретал у него товар, он никогда не работал и одежду в адрес его не поставлял. А в отношении виновного начат административный процесс. Предпринимателю грозит штраф до 50 базовых величин, а в качестве дополнительного наказания и конфискация выручки. Гродненские региональные таможенники отмечают, несмотря на благоприятный климат для легального развития малых и средних форм бизнеса, многие дельцы все же умудряются обойти закон и незаконно ввозить товары из ближнего зарубежья с поддельными документами от якобы благонадежных фирм. Для покупателя такая схема выгодна с точки зрения цены товара, а для коммерсанта – суммой в налоговом чеке. Аналогичные махинации проворачивают и под брендами белорусского производителя. Осознанное нарушение закона в обмен на рискованную перспективу. Гродненские пограничники задержали нарушителя границы. Им стал 38-летний житель Чеченской республики. Нарушитель был задержан в Гродненском районе в пограничной полосе недалеко от населенного пункта Беляны. Он был хорошо экипирован, при себе имел сменные вещи, компас, три мобильных телефона, продукты питания, а также значительную сумму денежных средств в различной валюте. Их задержанный, по его собственному признанию, собирался использовать для более доступного лечения за границей, нежели на родине. Преодолев колючую проволоку, чеченец обрадовался достигнутой цели и решил, что он уже в Польше. Однако попал прямо в руки гродненским пограничникам. В ходе предварительного разбирательства иностранец признал свою вну в попытке нарушения государственной границы из Республики Беларусь в Республику Польша, с его слов, в поисках лучших условий жизни. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. Ведется административный процесс. Его ожидает внушительный штраф и депортация из Республики Беларусь на срок до пяти лет. А пока расследуется причастность нелегального туриста к другим противоправным действиям, как в Беларуси, так и за ее пределами. Всего с начала 2017 года число задержанных за попытку незаконного пересечения белорусско-польской границы приблизилось к сотне. Социальный проект «Няня вместо мамы» уже больше года действует в Гродненской области. Гродненская областная детская клиническая больница – одна из первых присоединилась к нему. Пока здесь работает единственная няня. Но уже совсем скоро ей на помощь придет еще одна такая социальная мама. Яна Мельниченко о том, насколько эффективен этот проект и чем может помочь детям каждый гродненец. У обычной мамы, как правило, один, два и крайне редко три младенца сразу. У Людмилы Богдевич две палаты, а это максимум восемь одновременно. Нет, она не многодетная мама, а социальная. Уже второй год девушка ежедневно выполняет все обязанности родителей – пеленать, кормить, играть и, главное, любить малышей. Признается, если бы до этого долгое время не работала с особенными детьми, адаптироваться пришлось бы очень долго. Достаточно эмоционально тяжело, я вижу, когда входит, переживает, нервничает. Ну, сложно достаточно. Теряется, просто не знает, что говорить, эмоций много. Одной Людмилы на всех детей в больнице, естественно, не хватает, несмотря на все старания. Навещать и помогать малышам приходят и студенты медицинского университета и колледжа. Сначала они приходят на практику, а позже уже по собственному желанию. Говорят, когда месяц провел с малышами, потом расстаться с ними уже сложно. Привыкаешь и ходишь к ним, ну, и запоминаешь очень сильно детей. Ну, это то, что вопросом, ну, почему их оставили, хотя они такие хорошие очень. Должен очень сильно любить детей, помогать им. Ну, это главное, именно любовь, давать эту любовь. Потому что дети, они очень чувствуют, они тянутся к тебе. Казалось бы, всего две палаты тех, о ком никто не может позаботиться. Но каждая из них требует особого внимания и, пожалуй, двойной порции любви. Здесь находятся дети от 0 до 5 лет. Те, кто приехал лечиться из интерната, дома малютки, других социальных учреждений. Те, кто изъят из семьи и те, кто временно остался без попечения родителей. К словам, эти малыши нуждаются в заботе и доброте мамы, хотя бы социальной. Оказывается, очень большая помощь сотрудникам даже отделения. Потому что это все раньше было, выполняли это все наши палатные санитарки, палатные медсестры. То есть, ухаживали за этими детками. Естественно, что никто не отменял функциональные обязанности каждого сотрудника. И, кроме этого, была как дополнительная нагрузка эта. Теперь у нас есть няня. Это очень большая помощь. Такая социальная мама, как Людмила Богдевич, работает и в Грозненской областной инфекционной клинической больнице, а также в районных, в Лиде, Сморгоне, Слонями и Новогрудке. Это колоссальная помощь медицинскому персоналу. И, как говорят в больнице и в Красном Кресте, это полностью успешный, положительный со всех сторон и нужный для всей страны проект. Естественно, нам хочется надеяться, чтобы в ближайшее время, да, или хотя бы в какие-то отдаленные перспективы, чтобы не было нуждаемости в социальных няней. Потому что каждый ребенок будет иметь свою семью, будет иметь родных и близких, которые о нем будут заботиться, любить и защищать. К слову, помочь малышам можно не только своим вниманием и любовью, но и необходимыми вещами. Подгузники, средства гигиены, бутылочки и соски, то есть все то, что нужно каждому ребенку. Но важнее материнской ласки нет ничего, и подарить ее малышам может каждый из вас, зрители нашего телеканала. Яна Мельниченко, Агаджан Батырджанов, Новости Гродно+. Обратите внимание, Белтелеком предупреждает об участившихся случаях мошенничества по оказанию платных услуг по установке оптических розеток и прокладке волоконно-оптического кабеля в квартирах. Доводим до вашего сведения, что этот вид работ подрядной организации Белтелекома проводят абсолютно бесплатно и без заключения договора. И в завершении выпуска информации от нашего партнера МТС. МТС представляет сервис «Мобильная защита». Теперь застраховать смартфон, планшет или умные часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС. Мобильная защита помогает избежать расходов в большинстве распространенных бытовых ситуаций. Если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено. В любом из этих случаев абонентам, оформившим услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета. Узнать подробности об услуге и заказать ее сегодня можно во всех фирменных салонах оператора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова